Субтитры создавал DimaTorzok Получилась линия? Не знаю Беспроцентный кредит на 20 000 юаней Да, на 20 000 юаней Нет Вот дорожка Ни одной машины Подъезжаем Центровая часть Сейчас аккумулятор кончится Какие девочки красивые Какие красавицы Какие девочки Какие девочки Какие девочки Это у нас здесь будет банкет фельменей Да Субтитры создавал DimaTorzok Какие девочки Какие девочки Какие девочки Какие девочки Их петли Какие девочки А вот Какие девочки Валера, Валера осталась на крючок. Слышишь? Да, хоть. Мы можем и там пройти. Вот такой театр. Вот здесь в Банкете имеется такой театр-ресторан. Что у нас тут происходит? Ну, все равно. Что у меня где? Ну, все еще. Ну, все еще. Что там какие? О, это нам сейчас ждут, чтобы нам поставить все это на стол. А водка нет. Нет водки. Лидер наших атак, Анатолий. Почему палочки, они разные размером? А взгрызли, Лена. И меня тогда поворачивали. Так, вот нам подвезли перемешки. Без пешки так. Вот. 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 Это вот мне такая красотень. Ребята, это нужно в сепарат. И от Ленки вот такая красотень. Вообще, как красиво, очень подают. Прямо милое дело. Если бы вместо вот этой вот коричневой бутылкой салатик какую-то. Ахахаха. Это мы поднимаемся в Сиане на городскую стену. Стене 500 лет. По этой стене мы, может быть, даже сейчас прокатимся на велосипедах. Так, где там воин? Вон там воин. Китайский. Я первый поднялся. Я первый. Вот она красота-то. Вот она красотень. Вот сейчас я немного расскажу о этой. И мне сейчас уже много. Расскажите, но есть очень много частей. Сначала у нее есть такой ров окружает стены. Снаружи. Да, снаружи. Потом ров ширина 7 метров. Еще, нет, глубина 7 метров. А, ширина 20 метров. Вот это стены. Сейчас протяженность ее 15 километров. Была около 70. Съемка со стены. Съемка со стены. Съемка со стены. Нет, суеты нет. Только что были в мусульманском районе. Там кормежка хорошая. На улице. Трудные крысоты. Необычные веки. Вот они, вот они, вот они. Преклядели люди. Вот можно взять велосипедик и на велике протрястись. Можно на электромобиле по этой стене Провехать Провехать Стена Вот Ксюша покаталась Ксюша прокаталась Ана, Лёгенька, её не тяжело будет тебя вести А то явленно прошусь Лена, художественный квартал. Шикарно, да, Лен? Лена, это антикварный вот этот? Да, да, вот это вот все, антикварный. Хотя эти здания все много старые, но все... Когда примерно строили? Строили 30 лет назад. Понятно. Специально туристская зона. Шикарно. Вот так, около этих зданий, как бы тебя сфоткать? Сможешь меня и так, и этак. Фух, где он? Ой, 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 что-то летит. Там оказывается 10 листиков. Там в каждом пакете подло. Вот, прекрасно. За такие деньги прекрасно просто. Сколько их там было, да? Там было видов 10, наверное? Я не видел, я не видел. Чего ты не заходил, да? На видов 10 пластырей, поэтому вот если мы сушим обтыкли на этом... Я не вижу, конечно, к чему они там торгуют. Вон и наши идут. Идут, 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 идут. Так, это мы приехали в пагоду диких гусей. Пагода дачи находятся, но здесь вот древнее сооружение. А, это не пагода диких гусей, господи. Ну извиняюсь, это тоже будет. Музей Лес Стелл. А, Стелл. Стеллы там будут, да? Да, там будут. Вот сейчас мы увидели здесь такой пруд, еще там ярко. Это пруд древний? Это древний. Знаете, музей Лес Стелл построил в 1087 году. 1087 год, да? Но до этого времени это место был храм Гампути. Только храм Гампути разрушил. Потом на месте... Храм Гампути был. Храм Гампути строил такой музей. В этом музее всего тысячи Лес Стелл. И эти цели стоят они как... Вот они рыбку. Вот рыбка моя. Рыбки видели? Вот такие рыбки. Да вы что? Что вы ходите? Да не знаю. Гостолы. Рыбу. Рыбу тиху ... Поехали! Идем, Ксюша, идем. Да, наверное. Дальше они будут как лес. Я так понял, что это вроде мрамор. Или гранит. Да, мрамор столько не простоял бы. Валера, какие деревья тут интересные? Они, наверное, формируют специально все это. Все какие-то сбилистые, да? Мне вчера платаны понравились. Но платаны были вчера шикарными. Как телевизор, Лен. Вот туда смотришь, как будто там телевизионный экран. Да, Венка. Вообще. Ребята, вы знаете, вы не успеете обработать. Все это порвало, что я на поездке очередной. А мы скидываем это. У нас же эти сады. Он же приезжает, и он будет 2-3 дня вообще не выходить из кожи. Он будет обработать. Да не 2-3, больше. Больше. Он после Таиланда, наверное, больше недели сидел обрабатывал. Ты вон, смотри, какой. Я тут уничтожила что-то. Колокол громадный. Угу. Как будто он из камня сделал. Ну, пойдем посмотрим. Колокол. А вот там еще какая-то хрень. Где? О, лошадка. Лошадка? Да, но это надо узнать, что это, и с чем у лошадки. Колокол. Отлив в 1730 году. Ой, в 1730 году. Звук необыкновенно прекрасный. Один раз в год этот колокол звенит. Прекрасный звук. У нас император Танту написал там стихи от всего этого колокола. Там написано, что звук колокола, как звук птицы, очень прекрасный, как поет там. И поэтому, когда лили такое колокол, уже, ну, китайцы их уже очень, и его уже очень любили. А нет, это записи. На что, почему на это? И среди них, это самая главная сторона, это Татарьянская сторона. Вот эта, да? Да. Татарья рассказывает, как нестарьянство вошло в Китай. Нестарьянство? Нестарьянство, это в течение христианства, да. И когда-то вы старую раскопали, это очень много европейцев, ну, европейских верующих. Они ходили губить эти старую, но у нас местные чиновники не продавали. Молодцы. А как это нестарьянство попало вообще-то, а? Молодцы.